Традиционно школа пациентов завершается неким психологическим куском. И коли уж сегодня мы говорим о больных со стомами, то и поговорим о том, каковы особенности переживаний пациентов этой категории. Реабилитация пациентов заключается в поэтапном восстановлении или компенсации тех функций, которые нарушены и которые мешают вернуться к трудоспособности. Реабилитация пациентов – это некий комплекс медицинских, психологических и психолого-педагогических и социальных мероприятий. Каковы же особенности стомированных пациентов? Достаточно часто в последнее время взаимодействуем с этой категорией пациентов и наблюдаем, конечно же, что люди, понесшие некоторые изменения функциональные кишечника, достаточно тяжело переживают свое новое состояние. И, конечно же, основной задачей становится контроль функции кишечника и поддержание гигиены тела. Эти два вопроса, конечно же, приобретают первостепенное значение. И, так или иначе, изменения этого функционала кишечного тракта приносят многие изменения в жизнь стомированного пациента. Те из вас, кто пережил эту травму, знают об этом не понаслышке. Достаточно часто пациенты описывают некоторые затруднения сна, потому что контроль, гиперконтроль за состоянием стомы зачастую первично нарушает, а потом привыкание к этим нарушениям происходит. И часто пациенты на это жалуются. Вторым аспектом по жалобам, конечно же, становится нарушение такого функционала, как осуществление физической близости. И, пожалуй, на этом аспекте мы сегодня остановимся более подробно через несколько минут. Просто потому, что наблюдения указывают на то, что стомированные пациенты молодеют, становится все больше людей, которые переносят эти изменения в возрасте от 30 до 40 лет, когда, конечно же, этот аспект взаимодействия является существенно значимым. Ну и в любом случае пациенты со стомами говорят о том, что испытывают некоторые затруднения в пребывании в общественных местах. И, конечно же, постоянное взаимодействие со стомой актуализирует тревогу человека за здоровье в целом. Сегодня уже много говорили о том, что использование средств индивидуального ухода за стомой зачастую привносит как физический дискомфорт, так и, безусловно, сказывается на эмоциональном состоянии пациента. Ну и неправильное или недостаточно правильное взаимодействие со стомами, как мы сегодня не раз уже слышали, могут приводить и к физической боли. Вот о таких изменениях в жизни говорят наши пациенты стомированные, которые обращаются за помощью к психологу. Потому что наряду с такими изменениями меняется же еще и восприятие себя нашими пациентами. Достаточно болезненно в любом возрасте, ну а в более молодом особенно болезненно пациенты воспринимают выведение стомы на брюшную. На стенку брюшины. Конечно же, это постоянное взаимодействие со своими изменениями, постоянное напоминание. И по-разному очень люди адаптируются к этому. Еще будем говорить сегодня о том, как себя может предъявлять адаптация, как ее распознавать. Часто пациенты жалуются на ощущение физической неполноценности. И это опять относится скорее к сфере физического взаимодействия, хотя и к сфере взаимодействия с общественными местами тоже это, безусловно, относится. Часто пациенты обращаются и с тем, что они нарушены в плане своей психологической полноценности. Формируется заниженная самооценка. Часто жалуются на то, что они считают себя ниже, чем те люди, у которых процесс пищеварения происходит естественным путем. И вот все эти факторы, конечно же, могут существенно снижать качество жизни и вызывать достаточно высокий уровень неудовлетворенности жизнью. Когда пациенты, стомированные пациенты в том числе, обращаются к психологам, зачастую выясняется то, что у людей есть идея, что претерпевая изменения такого порядка, то есть, будучи онкологическими пациентами, а мы всегда говорим о том, что тяжелые хронические заболевания – это то, что пришло, и то, с чем мы научимся жить. Столько, сколько осталось, сто лет проживу, значит, сто лет буду наблюдаться и испытывать какие-то затруднения. Однако странным образом люди считают, что, имея такого уровня изменений, да уже и физические, и визуально определимые, например, калостомы или элиостомы, любые стомы, люди требуют от себя быть невероятно устойчивыми, да, совершенно обесценивают то, с чем они столкнулись, и считают, что эмоциональное напряжение, выраженная озабоченность, некоторое беспокойство, неизбежный страх, зачастую чувство безысходности и чувство обиды могут вообще не быть в такой ситуации. И тогда психологи разъясняют, что вообще-то переживая такую, в общем-то, драматическую ситуацию в своей жизни, как онкологическое заболевание и какие-то выраженные повреждения, с которыми мы сталкиваемся день от дня, но они неизбежно вызывают некоторые эмоции, которые люди привыкли называть негативным рядом. Но на самом деле эмоции, конечно, нейтральны, и очень важно помнить, что, сталкиваясь с тяжелым жизненным событием, все перечисленные на слайде состояния – это нормативные переживания. Другое дело, что они не могут быть генерализованными и не должны занимать всю мою жизнь. Вот для тех из вас, кто сейчас может замерить себя, пожалуйста, задайте себе вопрос, на сколько из этих перечисленных на слайде состояний характеризуют ваше актуальное эмоциональное состояние? И как давно и как долго и с какой интенсивностью эти состояния длятся? Очень важно понимать, что если, в принципе, все эти перечисленные состояния являются некоторой нормой для переживания в ситуации, например, когда меня стомировали в связи с онкологическим заболеванием, например, а стомируют же и с другими какими-то тоже заболеваниями тоже. Так вот, насколько это повлияло на мою жизнь? Испытываю ли я эмоциональное напряжение, озабоченность, беспокоен ли я, заливает ли меня страх, бывает ли у меня чувство безысходности, и обижаюсь ли я на ситуацию в целом или на кого-то конкретно? Так вот, даже если эти перечисленные состояния характеризуют мое сегодняшнее «я», то как давно и как долго это длится? Потому что до двух недель такой набор вполне себе норма. Но вот если это состояние пришло и не уходит, происходит и утром, и днем, и вечером, кстати, если это только утром или только вечером, то это значит, что это не очень устойчивое состояние. Но вот если все это одолевает меня достаточно долго и более двух недель, это значит, что вам было бы неплохо обратиться к психологу, который поможет вам преодолеть такого уровня эмоциональное напряжение. Я уже предупредила вас, а я считаю, что об этих вещах нужно предупреждать, да, когда мы говорим о сексуальной сфере. Не всегда они все к этому готовы. Ну, я сказала уже, что мы сегодня об этом немножко поговорим. И именно потому, что очень многие пациенты в возрасте до 5-10 лет достаточно часто жалуются на вот этот нарушенный параметр, да, физическая близость. Чем тут может помочь психолог? Ну, конечно же, прежде всего мы исследуем картину нарушения. Как все мы с вами знаем, бывают такого уровня функциональные нарушения, что нам волей-неволей приходится менять или пересматривать способы взаимодействия с партнером. Однако даже при выраженных функциональных нарушениях крайне важно понимать следующий параметр. Наша либидо, то есть сексуальное влечение. И это именно психологический такой, да, аспект, потому что оно может быть нарушено по разному поводу. Не только функциональные нарушения могут приводить к снижению либидо. Ну и кроме того, если оно уже снижено и не причиняет никакого беспокойства, то в сущности, возможно, человек этим вполне удовлетворен. Например, если он давно выбрал жизнь в одиночестве. И тогда проблем вообще никаких не возникает. Никакого психологического напряжения. Но, предположим, человек живет, как и жил, однако испытывает некоторое напряжение, которое характеризует как сексуальное напряжение. Значит, либидо живо и требует своего. И, конечно же, может причинять выраженный дискомфорт. Так же, как и если я живу с партнером, имею функциональное нарушение, но очень заинтересован в поддержании отношений с этим партнером, это ведь тоже своеобразно влияет на мою жизнь. И опять нужно разбираться с либидо. И делать какой-то осознанный выбор свой. Вообще, на пути с решением этого вопроса часто встают индивидуальные когнитивные установки. Все мы с вами живем в социуме, который так или иначе воспитал в нас своеобразное зачастую отношение к сексуальной сфере и к взаимоотношениям в этой сфере. И, конечно же, каждый раз нужно изучать индивидуальную картину того, что происходит. Потому что здесь, как и всегда в психологии, нет ни одного правила и нет ни одного нормированного аспекта поведения. Все это зависит от рассмотрения индивидуальной картины. И, конечно, рассмотреть эту индивидуальную картину призван человек, который нейтрально относится как к особенностям вашего проживания, так и к особенностям взаимодействия в рамках сексуальной сферы. Если вам кажется, что ваше либидо все еще живо, да, это просто вас толкает на переживание грусти, отчаяния, может быть, безнадежности или какие-то яркие, эффективные вспышки, гнева, слез, вам не обязательно терпеть и мучиться. Ваша жизнь не кончилась в связи с тем, что у вас выведена калостома или илеостома. Наши наблюдения показывают, что вполне возможно восстановить эту сферу взаимодействия, эту сферу проживания взрослого человека, если подойти к этому с точки зрения исследования и развития собственного. Как всегда, нельзя не сказать об этапах эмоциональной коррекции, а мы с вами говорим об эмоциональной коррекции в связи с нарушением, да, с астомированием пациента. И, конечно же, все, что я говорила вчера, ой, вчера, простите, на предыдущем слайде, говорит о том, что мы должны встретиться и осознать психологические механизмы вторичного состояния, распознать импульсы лебидозные и перейти к восстановлению того, что нарушено. Нарушенных отношений личности больного. А личность мы с вами рассматриваем как совокупность очень-очень разных отношений. И тогда нам удастся устранить неадекватные реакции и формы поведения и, возможно, завершить все это расширением репертуара взаимодействия внутри пары или взаимодействия с собой. Таким образом коррегируются те проблемы, которые, как я уже говорила, сейчас достаточно часто себя предъявляют в силу того, что стомирование пациентов и вообще онкология желудочно-кишечного тракта, она, к сожалению, молодеет. Когда мы с вами говорим об отношении, мы говорим не только об отношении к болезни, но и к отношению и к последствиям этого заболевания, то есть к ситуации в целом. И помните, те из вас, кто часто участвует в школах наших, помнят, что отношение имеет определяющее значение в ситуации и формируется оно многими факторами. Так вот, часть факторов, как мы с вами помним, подлежит психологической коррекции. Мы всегда говорим о том с вами, что надо бы научиться распознавать, как я реагирую на те изменения, которые характеризуют сегодняшнюю мою жизнь. В данном случае это повреждение желудочно-кишечного тракта и выведение продуктов, пути отведения продуктов пищеварения, дефекации вовне организма, в непривычной форме. Итак, как я могу на это реагировать? Дефицитарно, деструктивно, либо конструктивно. А иными словами, я могу отрицать то, что это приносит мне дискомфорт, и вытеснять свои переживания. Либо я могу болезненно, остро на это реагировать и причинять хлопоты как себе, так и своему ближайшему окружению. Либо я научаюсь жить в новых условиях. И тогда это принимающая позиция. Но вот очень часто люди, которые случайно попадают на прием к онкопсихологу, и часто это стомированные пациенты, путают свою отрицающую и свою принимающую позицию. Человеку кажется, что нет, нет, он хорошо справляется, а на самом деле это дефицитарная реакция на изменения. Он вытесняет свои переживания. И это токсичный процесс. Человек, который подавляет, не больно, возможно, делает выбор в пользу подавления своих переживаний, по большому счету страдает больше, чем тот, кто громко кричит и хоть как-то реагирует или отреагирует на свое эмоциональное напряжение, то есть выплескивает его вовне. Другое дело, что деструктивное поведение небезопасно. Окружающие люди могут возмутиться и запретить мне так себя вести. Что там у нас со временем? 16.40, да? Ну, пожалуй, сейчас мы будем с вами закругляться, у нас осталось не так много. Очень важно, какая бы ситуация ни накрыла и ни постигла меня в этой жизни, очень важно научиться различать, в какой позиции я нахожусь. Дефицитарная позиция, или еще мы можем назвать ее как подчиненная позиция, может быть описано, да, вот этими двумя сферами. Мне тяжело, но выбора у меня никакого нет. И от этого тяжело мне становится еще больше. И, в общем-то, понятно, что здесь описан депрессивный конструкт. Депрессивный путь. Дефицитарное реагирование приводит к угнетению эмоциональной сферы. Мало того, что я считаю себя внешне поврежденным человеком, мало того, что я переживаю стыд, когда моя стома иногда звучит, да, в тех местах, где меня окружают люди, которых я не хотела бы вводить в курс дела, так еще я пытаюсь подавить в себе все эти импульсы и усугубляю тяжесть своего переживания. Зачастую мы встречаемся с людьми в фазе отвергающей позиции, да. Это невыносимо, все идет не так, это невыносимо, но, по крайней мере, эти люди звучат об этом, да, громко об этом заявляют. Некоторым образом тоже портят себе жизнь, потому что ухудшается взаимодействие с окружающими людьми. Но психологи все-таки считают, что подавлять свои импульсы от реагирования по поводу такой трудной жизненной ситуации, как изменение функционирования желудочно-кишечного тракта, подавлять хуже, чем реагировать ярко в этой, да, в этой ситуации. Ну и, конечно же, то, к чему стремятся все онкопсихологи, да, это помочь человеку в трудной жизненной ситуации перейти на такой уровень восприятия ситуации, заболевания и всех изменений, как принимающая позиция. То есть действительно я знаю, что мне бывает тяжело, мне бывает грустно, я могу про это как-то говорить, я плакать могу про это, но в целом я справляюсь. То есть это уже не является основной идеей моей жизни. Это не генерализованное состояние. В конце концов я научаюсь жить с этим, жить со своим партнером, договариваться с ним о чем-то, да, или менять партнера, если с этим не договориться. Но я научаюсь жить в такой ситуации. Я не ставлю крест на себе только потому, что в моей жизни произошло такое изменение. Моя жизнь по-прежнему больше, чем калоприемник у меня на брюшной стенке. Ну и, конечно, стремление всякого онкопсихолога довести человека до состояния, которое можно назвать диффузным. Да, диффузный тип – это от бледного к яркому состоянию. То есть я справляюсь, иногда мне бывает тяжело, я иногда даже думаю, что у меня нет выбора, и порой даже могу сорваться, но потом после этого непременно отдохну и снова начну справляться. То есть это контроль над травмирующей ситуацией. Человек научается разрешать себе свои любые состояния и не застревает в них. И тогда мы говорим о достаточно хорошей эмоциональной программе. Человек хорошо адаптирован. Человек может жить в условиях изменений, связанных с тяжелым хроническим заболеванием. И это то, на что и нацелена работа онкопсихолога. И это то, что мы бесконечно пропагандируем в качестве психологической реабилитации людей, которые пострадали в ситуации онкологического заболевания и, возможно, пострадали визуально более определяемо, чем, например, человек, которому просто вырезали половину печени. Но никто об этом особо не догадывается. Но в любом случае человек сильнее собственных страхов и слабостей. Это такой девиз онкопсихологии. И мы всегда готовы вам помочь прийти к этому убеждению, ощутить его и жить более глубокой жизнью, более размеренной жизнью и меньше страдать, даже если в вашей жизни произошли какие-то существенные функциональные изменения. Ну, традиционно на этом лозунге я заканчиваю. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok